Всем привет, ребят, и это видео-тег. Этот тег мне передала девочка, тоже начинающая видеоблогер, которую зовут Энджело, вот, и ссылочку на её канал я оставлю внизу в описании, пожалуйста, пройдите, посмотрите, подпишитесь, пролайкайте все её видео, вот, и, конечно же, посмотрите её видео-тег, вот. Вот, ну и что ж, называется этот тег преддверия Нового года, специально для него я включила музыку, да, я её просто включила, поэтому могут быть какие-то несоответствия, то есть я решила не делать её фоном, как бы, да, именно в самой программе, а решила просто её включить на другом устройстве, вот. Вот, также я, естественно, решила сделать это видео рядом с моей ёлочкой, вот, и я надела вот такие вот рожки новогодние, вот, они с таким, не знаю, мехом, они мне безумно нравятся, и, конечно же, как же без свитерка, очень милого свитерка. Ну, и также я ещё зажгла свечку, она у меня стоит вот там, вот напротив. Ну что же, давайте же начнём с Амтек. Поехали. Когда начинаешь думать о новогодних праздниках? Что ж, начидаю думать я о новогодних праздниках, о Новом году, о Рождестве, примерно в начале декабря, то есть где-то в октябре, в ноябре, я об этом совсем не думаю. Вот, например, у меня день рождения 8 октября, и я как-то после моего дня рождения вообще ни о каких праздниках не думаю, больше думаю о лете. Да, чем о Новом году, не знаю почему. Или же о осенних каникулах, вот. А именно о Новом году я начинаю думать в начале декабря, потому что как-то такое настроение уже само напрашивается, вот, как-то само приходит в душу, и там закладывается, вот. И ещё снежка выпадает много. Этот год супер-пупер исключение! У нас вообще нет снега, одна грязь! Вот, ну и как-то так, и мне очень нравится начинать думать о Новом году, именно в декабре, в начале декабря. Вот, и также именно в это время я начинаю думать о том, чтобы попросить у других людей на Новый год, вот. Потом как бы украсить мою комнату, которая, кстати, уже украшена, вот. Ну и как-то так, то есть я начинаю думать именно в начале декабря, раньше этого я просто не думаю об этом празднике. Какие фильмы на новогоднюю тематику ты смотришь? Ну что ж, я смотрю очень много фильмов на новогоднюю тематику, и, конечно же, самое банальное, вообще самое банальное, что я могла сказать, это, конечно же, «Один дома» и «Один дома 2». Вот это два фильма, которые я просто смотрю каждый Новый год, и причем, у меня, я не знаю почему, но именно тогда я смотрю вот этот фильм, и я мандаринки. То есть я как-то, мы сидим в гостиной все с родителями, вот, это 31 декабря, кстати, у нас, мы сидим в гостиной, вот, и я просто вот такой вот огромный таз себе мандаринок сложу, возьму такую огромную тарелку для огрызков, очисток, всего такого, и просто вот такой иду, сажусь в гостиную и начинаю смотреть «Один дома» и «Есть». Я не знаю почему, у меня это вот так вот как-то происходит, вот, но также, естественно, я смотрю «Иронию судьбы», это мы смотрим прямо уже перед Новым годом, то есть за несколько часов, наверное, если мы отмечаем дома. Если же мы отмечаем не дома, то обычно я смотрю это 1 января, вот. Потом очень люблю «Чарли. Шоколадная фабрика» и мультик, который просто заставляет меня каждый год задумываться о моих каких-то пороках и всем таком. Это мультик «Рождественская история», вот, и я слышу фотографию этого диска, вот, и, я не знаю, этот мультик, там раскрываются все человеческие пороки, вот, то есть этот человек, дедушка уже старый, которому уже пора как бы умереть, вот, он очень боится смерти, он не хочет умирать, или как-то так, я, несмотря, уже получается год, я не помню, вот, и он был очень злой, очень порочный, короче, вот, и там в новогоднюю ночь раскрываются все его пороки, и все эти пороки хотят его убить, как бы как-то так. Поэтому, пожалуйста, посмотрите этот мультик, и вот, меня каждый год, просто каждый год, он меня заставляет о чем-то задуматься. Когда в твоем доме появляется наряженная ёлка? Ну что ж, наряженная ёлка появляется у меня дома примерно в 10-х, 15-х, максимум 20-х числах, вот, например, эта ёлочка появилась примерно числа, наверное, такие, так и есть, где-то 13-го, 15-го, вот, если она уже стоит где-то недели две у меня, вот, радует меня, потому что, мне кажется, она очень новогодней выглядит, и ёлочка, которая у нас в гостиной, вот, вот она, тут вот, я вам сейчас её покажу, она у нас также появилась, мы, в общем, нарядили наши ёлочки в один день, то есть она появилась также в 13-15-х числах. Опиши свой предновогодний день. Точно описать свой новогодний день я, к сожалению, не могу, потому что он у меня проходит по-разному, например, если мы отмечаем дома, то я встаю, вот, потом такая, о, Новый год, Новый год, ура, о, Новый год, Новый год, ура, о, Новый год, Новый год, ура, о, сегодня будем там гулять, пить, зажигать, всё такое, вот. Вот, и, если, например, мы отмечаем дома, как я уже сказала, вот, тогда я ем мандаринки, смотрю эти дома, вот, потом, наверное, мы часто ходим в магазин, я прибираю, просто я всё прибираю, я где-то 2 часа прямо вот так уделяю себе на то, чтобы всё прибрать, чтобы ничего лишнего не было в моей комнате, вот, не знаю, мне так нравится, потому что как-то Новый год, мне кажется, надо начинать именно с чистой комнаты, чтобы не было ничего такого ненужного. Ну, и потом, где-то прямо перед Новым годом мы смотрим Иронию судьбы, а если же мы отмечаем где-то, то я не знаю, я собираюсь долго, я также трачу на то, примерно, 2 часа, вот, потом мы едем тогда, потом, в общем, это по-разному проходит, я сейчас, как бы, вот, прям, точно не могу вам его описать, к сожалению. Какой самый лучший подарок на Новый год ты получила? Я честно не знаю, вот честно, прям, подарок самый лучший, который я получила, потому что все подарки, которые я получала, они были очень нужными для меня в какой-то период моей жизни. Например, если я была маленькая, это вот как я получу, там, например, куколку какой-нибудь, я была просто счастлива от этого, и сейчас, например, я получу, там, ну, я не знаю, вот что-нибудь, там, какие-нибудь наушники, я буду, естественно, больше этому рада, чем по сравнению с тем подарком. Вот, ну, в каждый период жизни, наверное, подарки являются разными, и ты им очень сильно радуешься, и все подарки, которые пришли на Новый год, я их очень сильно жду, и они для меня просто незабываемые, поэтому на этот вопрос я, к сожалению, не могу ответить прямо вот так точно. Живая или же искусственная елочка у тебя стоит? У нас дома стоят две искусственные елочки, вот эта одна, но мне кажется, это, естественно, понятно, что она искусственная, так как она белая, вот, и вторая елочка у нас стоит в гостиной, она также является искусственной, и, наверное, это все-таки из-за того, что мы живем, во-первых, в городе, во-вторых, мы живем в квартире. Запах живой елки или же мандаринок? Я без сомнений выберу запах живой елки, так как для меня это является просто каким-то таким важным составляющим Нового года, даже если у нас стоят искусственные елки, но для меня это очень-очень важный запах, потому что мы часто едем в лес, вот, зимой, вот, и там я чувствую запах, я не знаю, сосны, елки, это просто так, во-первых, мне поднимает настроение, во-вторых, это настолько, как-то, не знаю, умиротворяет, в общем, для меня это просто неотъемлемая часть Нового года и новогодних праздников, поэтому это точно запах елки, вот, а запах мандаринок, вот, цитрусов я как-то и не очень сильно люблю. С кем ты отмечаешь Новый год? С родителями или же с друзьями? С кем ты отмечаешь? Кем ты отмечаешь? То есть, в общем, на целый день я просто ухожу, и так мы и проводим Новый год вместе. Даришь ли ты подарки на Новый год родственникам или друзьям? Да, я дарю подарки родным, близким, также друзьям дарю, но родным и близким я дарю чаще самодельные подарки, потому что мне очень нравится именно вот этот вот процесс, когда я делаю подарки, потому что, мне кажется, я просто вкладываю в эту душу, и вот мне всегда очень приятно, когда мне что-то дарят своими руками, вот, сделанное. А друзьям я дарю все-таки какие-то подарки именно покупным, то, что они хотят, например, какие-нибудь, не знаю, свечки, чехлы, все такое. Ну что ж, на этом вот и закончился мой тег, я надеюсь, что он вам понравился, и да, сейчас я назову именно тех, кому я передам этот тег. Итак, что ж, я его передам Лере Шаревой, вот ее ник на ютубе, потом я передам Ване Ликтон, вот его ник, дальше я передам Даше Бостон, вот ее ник, и Наташа Цирановой, она без ника, это ее имя и фамилия, вот ее имя и фамилия. Ну и, конечно же, Аня Петровой, которая просто обязана снять уже два тега, которые я ей передала, вот, но и я очень надеюсь, что она скоро все-таки выложит свое первое видео, потому что она его уже сняла, она не может его отредактировать, ребята, это просто какой-то кошмар, ну вот, Аня Петрова. И да, я надеюсь, что вам понравилось это видео, если так, то ставьте мне пальчики вверх, также подписывайтесь на мой канал внизу и пишите мне в комментариях, что вы хотите, чтобы я сняла. И да, одна подписчица моя очень хорошая посоветовала мне много что снять, она хотела влог, но я уже сказала, я сниму влог, как я отмечаю Новый год с моими друзьями, вот, и также скоро я очень хочу снять тег нацфактов обо мне, потому что как раз-таки эта девочка меня попросила это снять, вот, ну и все. Я желаю вам понежный день наружка счастья, с вами была я, Арина Суян, до новых встреч, пока-пока!